Приветствую всех, это Система. Спасибо, что вы с нами. Мы экономим ваше время и анализируем то, что действительно имеет значение и полезно для каждого из вас. Чем грозит Росцен на газ для промышленности? Сколько и какие предприятия уже закрылись? Грозит ли это дефицитом товара, в первую очередь продуктов питания? Что предпринимает правительство и чем все это может закончиться? Есть одно известное выражение. Проблемы в экономике зарождаются медленно, но быстро размножаются. Так и в этот раз. Коллапс подкрался незаметно. Во всяком случае, для правительства. В начале года Кабмин с удивлением обнаружил, что хлебопекарные, молочные и предприятия ряда других отраслей оказались на грани остановки. Все из-за невиданных цен на газ. Они в начале года составляли от 40 до 70 тысяч гривен за тысячу кубометров. О надвигающемся коллапсе промышленники предупреждали еще осенью, когда цены на топливо пошли вверх. Опрос, проведенный в Федерации работодателей в октябре, показал, при цене 56 тысяч гривен за тысячу кубов, 9 из 10 украинских предприятий станут убыточными, а каждое второе сократит производство или вовсе остановит его. Многие предприятия уже остановились, многие стоят на технологических простоях, многие заявляют о том, что неделя-две они готовятся к остановке. Харкерский Самые уязвимые предприятия с высокой долей газа – себестоимости продукции. Это производители минеральных удобрений, стекла, керамики, а также пищевая промышленность. Именно последние в Кабмине пообещали поддержку в конце декабря, аккурат перед праздником. Давайте уже после праздников. Ми часто слышим эту фразу, примерно начиная с середины декабря. Привычка украинцев откладывать важные решения в канун Нового года на потом породила сотни мемов и шуток. Но вот производителям хлеба и других социально значимых продуктов в начале 2022 года оказалось точно не до смеха. Правительство, пообещав газ по льготным ценам, ушло на каникулы праздновать Новый год и Рождество. А депутаты и вовсе разошлись на месяц. С наступающим Рездвом и новоречными святами зустрянемось в сечне. В общем, властям было не до промышленности, ситуация для которой стала не просто критической, а катастрофической. С одной стороны, неспособность покупать газ на споте, то есть по текущим биржевым ценам, которые в начале года достигали 70 тысяч гривен за тысячу кубов. С другой – кассовые разрывы и нерентабельность производства. Кондитеры, молочники, пекари – один за другим начали писать открытые письма власти. А также недвусмысленно советовали министрам обратить внимание на события в Казахстане. К чему может привести подобное бездействие правительства в отношении социально значимых проблем, мы уже увидели на примере Казахстана. Когда премьер-министр отмахнулся от возмущения общества повышением цен на газ, тем, что это рыночная ситуация. Возможно, именно события в Казахстане наконец-то заставили украинское правительство действовать. Но рецепт спасения бизнеса придумали, мягко говоря, спорный. Частные газодобывающие компании обязали ежемесячно выставлять на торги не менее 20% топлива собственной добычи. Первый аукцион состоялся 17 января. Список участников, а это исключительно предприятия пищевой отрасли, составили в Кабмине. И он удивил многих экспертов. В этом механизме есть много коррупционных рисков. Отдельная частная компания, в данном случае газодобывающие будут датировать и финансировать таких производителей, которые в этом принципе и не нуждаются, так называемых агробаронов. Например, там и Кернел по поводу подсолнечного масла есть, и Мироновский хлебопродукт по поводу курятины. Напомню, что эти предприятия, они 90% своей продукции отправляют на экспорт. Еще одна претензия к торгам. Они стартовали слишком поздно, когда многие предприятия уже существенно снизили объемы производства, не выдержав газового времени. Хлеб, опять же, молочка, яйца, куры, подсолнечное масло. Но объем потребления этими производителями газа, который включен по списку, плюс-минус где-то 80 миллионов кубов газа в месяц. Объем продажи на трех торгах измеряется несколькими миллионами. То есть это 5% от тех мощностей, которые нужно загружать. О чем это говорит? Это говорит о том, что предприятия либо стоят, либо предприятия работают в убыток, либо предприятия свои убытки пытаются положить в цену. В общем, покорять цены на газ правительство решило за счет частного бизнеса. Ведь ни Нафтогаз, ни его дочерние компании не обязали поделиться дешевым топливом собственной добычей с промышленностью. По информации СМИ, переговоры между правительством и частниками начались именно после заявлений хлебзаводов, молочников и кондитеров о возможной остановке своих производств. Хотя и переговорами это назвать сложно. Кабмин просто выставил бизнесу ультиматум. Если не договоримся, повысим ренту в несколько раз. А если не будут брать, отключим газ. В любом случае, инициатива Кабмина, если и спасет украинские заводы и фабрики от газового голода, то далеко не все. Ведь топливо по льготным ценам пообещали исключительно производителям пищевой продукции. А другие индустрии оставили один на один с разбушевавшимся рынком. Украинская промышленность, единственная в Европе, вынуждена покупать 100% газа по биржевым ценам. И поэтому абсолютно не защищена от крупнейшего 70-х годов мирового энергетического кризиса. В то время как большинство европейских стран, кроме доступа к спотовому газу, имеют долгосрочные контракты с фиксированной ценой. Если не хотят с Россией укладать за спромом, то есть европейские компании, есть Норвегия, есть трейдеры. Нехай они укладывают контракты с Украиной, с «Нафтогазом», и постачают этот газ. Но, видите, им это не полезно, потому что им полезнее работать, скажем так, со своей мерзой, заработать свой прибуток и, соответственно, не заморачиваться такими проблемами, чтобы десь домовляться с великими постачальниками газа, чтобы купить большие объекты газа и потом их перепродавать Украине. Когда украинский завод должен платить за тысячу кубов, тысячу, а то и две тысячи долларов, в то время как немецкий или турецкий 250-300 говорить о конкуренции не приходится. Еще в сентябре остановился Одесский припортовый завод – крупнейший производитель минеральных удобрений. В начале 2022-го частично свернул производство Днепровский металлургический. Если цены на энергоносители будут оставаться высокими, проблемы будут нарастать. Бюджет недополучит налоги, а сокращение экспорта только усилит давление на курс гривны. Это приведет не просто к приостановке работы предприятий, это, возможно, приведет к их банкротству и закрытию. Что это означает? Это означает увеличение безработицы, увеличение давления на бюджет по социальным выплатам, в том числе и по субсидиям, также надо будет больше выплачивать. Это приведет к обеднению украинских граждан, а также, еще есть одно следствие будет, если так оно продолжится, это приведет к резкому увеличению импорта продовольствия. При этом в том же «Нафтогазе» о проблемах промышленников предпочитают не думать. По словам главы НАКО, государственная компания должна датировать исключительно население. Мы не можем надавать прихованные субсидии приватным химическим компаниям, например. Мало того, для нас важно, чтобы они как раз вчасно рассчитывались за контрактами, которые уже есть наразе подписаны между «Нафтогазом» и химическими компаниями, для того, чтобы «Нафтогаз» имел достатный финансовый ресурс для выполнения всех других поставленных перед «Нафтогазом» национальных задач. По официальным данным, в середине января в газовых хранилищах оставалось менее 12,5 миллиардов кубов газа. Это на 45% меньше, чем в прошлом году. Чем ближе к весне, тем тяжелее будет поднимать это топливо из хранилищ. Эксперты уже сегодня предупреждают. Для уверенного прохождения отопительного сезона Украине не хватает как минимум 2-3 миллиардов кубометров. При морозах, например, которые могут быть минус 15, средние, ну, это, скажем, такие суттєвые морозы, то взагалі обсяг споживания может становиться и 200 миллионов кубометров. То есть это нужно понимать, что мы тогда, фактически, с подземных сховища должны поднять 150 миллиардов кубометров. То есть вдвече больше, чем мы сейчас поднимаем. То есть при таких запасах газа это будет нереально сделать. Денег, чтобы купить дорогой газ в Европе, просто нет. А значит, с большой вероятностью придется ограничивать потребителей. В первую очередь промышленных. Но не стоит думать, что рядовых украинцев это не коснется. Ведь остановленные заводы сегодня – это целый каскад проблем завтра. От повышения цен, дефицита товаров и падения курса гривны. Кризис уже есть. Теперь вопрос, удастся ли сделать его последствия менее разрушительными и масштабными. Мы держим руку на пульсе событий. Смотрите систему. Здесь только полезная аналитика и проверенная информация. Подписывайтесь и настраивайте уведомления, чтобы не пропустить главного. До встречи и пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok